Моя служба пожарной охраны началась в 1975 году. И мой отец был пожарный, и сын мой пожарный. Вот эта династия моей семьи позволяет мне оценить состояние пожарной охраны нескольких десятилетий. И вот почему-то происходит всплеск ее развития только после каких-то серьезнейших чрезвычайных ситуаций. В переломный момент наступил, когда в наших рядах пожарных появился первый герой Советского Союза. Это на тот период времени майор Телятников после Чернобыльской катастрофы. Тогда увидели, что пожарные могут не просто тушить пожары и заниматься пожарной профилактикой, а рискуя своей жизнью, совершенно понимая, где они работают, и что это последний бой их с огнем. Защитить не только свой поселок или свой город, а государство в целом. Это событие в Армении, когда много пожарных вместе с спасателями, плечо к плечу работали, спасали людей из завалов, тушили пожары. Это десятый год, когда земля воронежская была подвергнута огневым штормам. И когда мы тоже потеряли одного своего товарища при тушении лесных пожаров. Только мне не хочется, чтобы вот эти события позволяли обращать внимание на вооруженность, оплату труда пожарным, состоянием всей системы пожаротушения в стране. Мы встречаемся с вами перед интересными датами, для нас очень важными. Для старых пожарных и ветеранов это 17 апреля, столетие советской пожарной охраны, когда 100 лет назад был подписан декрет по борьбе с огнем, который построил именно вот эту систему работы пожарной охраны, более-менее дожившей до сегодняшних дней. 30 апреля противопожарная служба России празднует 369 лет, как появились первые законодательные документы в развивающейся России. Вот эти праздники для нас очень ценные. Нас поздравляют друзья, мы поздравляем друг друга, поздравляем ветеранов, не забываем о подрастающем поколении и получаем поздравления от друзей, товарищей и просто граждан. Всех хочу поздравить с этими наступающими праздниками, пожелать главное все-таки это здоровья, удачи, понимания. И хотелось бы, чтобы в ближайшее время развитие противопожарной охраны имело какие-то серьезные планы и серьезные изменения. Конечно, в лучшую сторону. Опять берем вопросы безопасности в торговых домах, в торговых комплексах. Торговые комплексы, они состоят из нескольких направлений. Первое, человек должен что-то купить. Купить он может продукты, купить он может какие-то вещи, имущества. И третье, отдохнуть. Отдохнуть это значит с детьми, без детей, взрослые отдыхают, кафе и так далее. Это все находится в одном здании. А вот вопросы безопасности, значит, очень, я уже об этом не раз говорил, очень серьезные, самое элитное подразделение пожарной охраны, это были отделы нормативно-технической работы. В целом в этих отделах работали профессионалы высокого ранга. Не только с пожарным образованием, с образованием строительным, с образованием технологических институтов. И как раз эти люди могли ввести с первого документа, первый документ это отвод земельного участка, все виды контроля за строительством на территории, в том числе и города Воронежа и Воронежской области. Происходит то, что полностью нормативно-технические отделы уничтожены. И сегодня функции безопасности объектов выполняют сами проектные институты. Вот раньше мы контролировали проектные институты. И этот контроль был очень доброжелательным, был очень таким взаимодействующим. Мы просто подсказывали, где нужно применить какие правила пожарной безопасности, чтобы не допустить чего-либо серьезного во время эксплуатации этого объекта. Десять лет назад появилось первое здание выше 50 метров высотой. До этого мы работали... А что это было за здание? Это здание было галерея Чижова. Это первое здание. До этого мы работали... Самые высотные здания это были 16-этажные жилые дома в пределах 50 метров, 50-52 метра. И эти 16-этажные жилые дома для пожарных составляли очень серьезные объекты. Потому что любая 16-этажка, 12-этажка, очень часто бывала коридорного типа. У нее есть система дымоудаления, есть система подачи воды в пожарные краны насосом и повысителем. Ну, короче, есть система пожарной безопасности внутри. И ни в одной 16-этажке в городе Воронеже никогда не было все в порядке. Всегда разрушались или воровались пожарные краны и оборудование вокруг них. Система дымоудаления часто была тоже не в работоспособном состоянии. Многие люди вообще уничтожали в своих квартирах датчики пожарной извещатели. Ну, может быть, это казалось им некрасиво. Многие думали, вообще, это какие-то подслушивающие устройства. Вот эта неграмотность людей приводила все системы в нерабочем состоянии. И тушение пожара в 16-этажках всегда для нас была проблема. Проблема – некуда девать дым, эвакуация большого количества людей. И нагрузка физическая на пожарных была значимая, потому что все приходилось через ноги и через физические возможности пожарных проводить. Почему не строились дома выше, чем 50 этажей? Потому что гарнизон пожарной охраны в Воронежске обеспечен высотной техникой только лишь до 50 метров. Это коленческие подъемники, это лестницы, которые могут обеспечивать подъем личного состава на этажи до 50 метров. Ну, сами поймите, это каждый этаж 3 метра в пределах 16 этажей или крыша 16-этажного дома. Все остальные объекты, которые могли строиться, должны были быть вперед, обеспечены специальной пожарной техникой. Обычно тот, кто строит, тот и покупает. Покупает, передает в город, и город ставит на вооружение эту технику для федеральной противопожарной службы. Как и было, допустим, очень, когда строился один из последних высотной техники, мы получили от немцев, которые строили военный городок немецкий в северном жилом районе. И в комплексе к этому городку пришла 50-метровая лестница. Личный состав, который на ней работал, ездил в Германию учиться на ней работать. Это не просто так лестница появилась, и она сразу заработала. Специальные допуски получили, и не просто допуски, и право обучать других. Что же происходит с строительством объекта больше 70 метров галереи Чижова? В документах и в просьбах пожарной охраны было написано о том, что будьте добры, приобретите технику, которая будет способна выполнять не только работы по подъему личного состава и пожаротехнического вооружения на этажи, но и спасательным работам с этажей здания. Я не знаю, на каком этапе, но эта техника так и не приобретена до настоящего времени. Ее в гарнизоне пожарной охраны нет. Но архитектура города, управление архитектурой города дало полную свободу строительству 25 этажных домов. Я опять говорю, по 3 метра на этаж, это значит более 70 метров появились здания. Это целые комплексы. И какое количество, я даже не могу сказать сегодня этих домов. Они везде закладываются, они везде строятся. И уже были первые пожары. На 19 этаже были пожары выше 20 этажа. И гарнизон пожарной охраны, зная физическую тяжесть выполнения этих работ, проводил несколько раз учения. Учения показывают, что на верхних этажах, наверное, мы вообще не сработаем. Не сработаем, если в случае неудовлетворительного состояния системы внутреннего пожаротушения, системы дымоудаления. Пожарная техника, а ее еще у нас много, в 80-х, 90-х годах, это 131-е зелы, 130-е зелы. Они просто не могут физически давать такое давление в пожарные рукава, чтобы можно было работать на верхних этажах. Прокладка рукавных линий, подъем личного состава, без использования лифтов, это очень большая физическая нагрузка на каждого. Каждый пожарный несет на себе около 40 килограмм оборудования. Продвижение по этажам, просто таким вот путем включения секундомера, показывает, что один этаж проходит пожарное звено ГДЗС 1 минута. Вот сами поймите, 10 этажей мы пройдем через 10 минут, через каждые 5 этажей мы должны отдохнуть 1 минуту, перевести дыхание. И до 20 этажа мы пройдем в пределах 22-25 минут. До 25 этажа через полчаса пожарные появятся и могут только постучать в дверь, где люди просят о помощи. Это когда этой техники нет. И вот тогда пожарные могут какую-то работу делать. Вообще в Санкт-Петербурге проводили испытания по сжиганию двухкомнатной квартиры, мебелированной, как у нас обычно все мебелировано. Значит, через 7 минут после пожара, загрелся телевизор, такая была задумка. После пожара разрушились окна, остекление окон. Приток кислорода и воздуха дал возможность факельному выгоранию квартиры в течение еще 3 минут. Через 10 минут квартира двухэтажная выгорела до кирпича. Все, чем мы пользуемся, сегодня очень сильно горючее. Начиная от подвесных или натяжных потолков, обоев, линолеума, мебели, холодильника, даже утеплитель, микроволновки. И по причине микроволновок тоже пожары бывают. По кондиционерам. Все электросети рассчитывались на холодильник, телевизор, несколько лампочек и утюжок. А сегодня вы посмотрите, сколько энергопотребления в каждой квартире и на какое количество киловатт увеличенное потребление каждой квартиры. Очень часто бывают пожары от перегрузки электросетей. Особенно в самую жаркую, самую холодную погоду. Это два таких времени года, когда электропотребляемость увеличивается в много крат. И все это, конечно, не служит увеличению, улучшению безопасности граждан. Не только, которые ходят в торговые центры, а которые просто находятся у себя на этажах в квартирах. Так, дальше. Я очень часто сейчас после этого пожара вспоминаю о местах массового пребывания людей в старые времена. Когда я еще пацаном ходил в клубы, в дворцы культур, когда в кинотеатры ходил, вспоминаю, и наши кинотеатры городские, старинные, как Пролетарий, Спартак. Из всех кинозалов, объектов этих с массовым пребыванием людей, есть выходы непосредственно наружу. Нет такого кинозала, нет такого клуба или дворца культуры, из которого нет выхода наружу, на воздух. Нет такого кинозала, который не имеет окон со стеклениями. Они закрыты шторами, они закрыты жалюзиями. Но то, чтобы пожарный не проник вовнутрь во время пожара, ну, таких зданий не было. Это могли быть производственные здания, закрытые здания, могли быть подвалы. Всегда вот пожарная охрана, Воронежская, была потрясена случаями пожаров в подвалах. Это тяжелейшие пожары, когда замкнутое пространство, огромнейшее количество горючих материалов, деревянные подвалы, загрузка старыми ненужными вещами, а еще может быть и баллоны там, могли быть и бензин в емкостях, и другие, значит, там, какие-то бытовые химические емкости, емкости с химией. И всегда в подвалах пожарные получили травмы. Ну, минимум это ожог шеи, ожог рук, а максимум это серьезнейшие травмы в подвалах, потому что это тяжело. Тяжело было работать. Там мы ползали на животах, в грязи в этой, подползали к местам пожаров, подавали стволы, и назад по рукаву кое-как возвращались, когда заканчивался кислород или воздух. Нас меняли другие пожарные, опять же, по этому рукаву, подползая к месту пожара. Что сейчас происходит в огромных объемах торговых центров? Вообще, вся технология тушения пожара российских пожарных, это обязательный подход к очагу пожара. Этого не случается за границей. Западная технология – это, первое, спасательные работы, вплоть до попугайчика и кошечки с собачкой. И потом заливание этого объекта лафетными стволами, это мощные лафетные стволы, в окна. Пожарные не проходят внутрь, пожарные запада не рискуют своей жизнью. Крайне редко это бывает. В данный период времени погибший на пожаре считается лишь только тот человек, которого нашли погибшим в зоне пожара. Если человека с ожогами, с травмами, значит, обгоревшего, мы вытаскиваем с зоны пожара, отдаем медикам, и он умирает там в течение суток, двух и трех, это человек считается умерший в процессе реанимационных мероприятий, но не считается на пожаре. В старые добрые времена было в течение 10 суток, если человек по причине получения травм во время пожара погибал, это считался учетной погибшей в результате пожара. Даже вот в этом случае статистика показывает, что на тысячу населения нашей страны, значит, пять единиц человек травмируются и погибают при пожаре, в Германии один человек на тысячу, а в Америке 0,5 человек на тысячу. Почему это происходит? Вот у меня вопрос. А потому что мы живем в опасных домах, ходим на опасные объекты. Безопасность пожарная сегодня на объектах не обеспечивает безопасность граждан. Это серьезнейшая проблема, значит, вот я же не зря сказал, что эвакуироваться с дома, который правильно построен, с правильными эвакуационными выходами, с правильными лифтами, которые работают, значит, в безопасных зонах, а такие лифты есть, не все лифты вмонтированы внутрь дома, не все лифты задымляемые, есть незадымляемые лишние клетки, которыми пользуются граждане, это все есть, такие вещи. Тогда можно говорить о безопасности. Мы всегда учимся, нас учат с начальных стадий пожарных, продвигаться по задымленной зоне, а это совершенно задымленная зона, держась капитальных стен. Вот одно плечо или одна рука должна касаться капитальной стены. Тогда я могу продвигаться к какому-то помещению, к какому-то месту, по этажам могу проходить. Скажите, как можно в Ситеграде прийти в середину вот этого корпуса? Это никак невозможно. Это невозможно. Не зря вчера при пожаре в Москве шесть человек пострадало. Полностью потеря ориентира. Вот любого человека на футбольном поле, закройте ему глаза и скажите, от одних ворот дойти к другим воротам. Ни один человек никогда не дойдет. Обязательно будет уклон в какую-то сторону. Обязательно он через 10-15 метров начнет или влево, или вправо, в зависимости от того, какое полушарие у него развито. Проходить и к воротам вторым не дойдет. А здесь психологический, эмоциональный настрой, нагрузка физическая. Как пожарные могут дойти до тех людей, которые просят о помощи. В связи с этим, используя специальную пожарную технику, пожарные во время глобальных эвакуаций не заходят по путям эвакуации против человеческого потока. Мы заходим через окна, через резервные металлические двери и лишние клетки. Мы заходим через крыши, через что угодно в зону пожара, не мешая эвакуации граждан. А вы посмотрите, в интернете публикуются все время вот эти торговые центры. А где у них окна? Нет. Почему глухие стены? Почему? Это строители делали? Мы вообще отречены от строительства. Противопожарная служба в лице отделов надзорной деятельности имеет право проверки объекта только после трех лет его эксплуатации. Надзорные каникулы, так называемые, да? Ну, я не знаю. Это надзорные каникулы, это немножко другое. И не каникулы не надзорные, а каникулы большей части налоговые. И там есть вопросы и проверок этих объектов. Ну, как говорит президент страны, это не влияет на безопасность людей. Это влияет на материальные блага того, кто деньги зарабатывает. Вот не трогает никто расчеты, не трогает никто там товарооборот. Вот эти вещи не трогает. А безопасность нужно всегда облюсти. Этот вопрос, который никогда по нём каникул не должно быть. Я скажу, что за последний период времени, за последние десятилетия, очень сильно развивается строительство в городе Воронеже. Вот я вчера рассматривал два письма с двух организаций, которые застраивают земли села Ямного. Вот в селе Ямном, как ни странно, в ближайшее время появится 17-этажный дом высотой 52 метра. В селе Ямное 52 метра жилой дом. Комплекс из восьми домов. Кто будет тушить на высоте 50 метров? В Ямном есть пожарная часть, которая тушит частные жилые дома. Состоит она из одного отделения одной цистерны, 6 тонн воды и 5 человек личного состава боевого расчета. До Ямного примерно ближайшая пожарная часть с учетом разворота возле аэропорта приедет через 25-30 минут. Дома повышенной этажности, когда загораются, это повышенный ранг пожара. Нужно примерно 10 цистерн. Нужно примерно 40 человек личного состава. Для того, чтобы организовать эвакуацию, организовать тушение пожара. И эвакуация должна быть как внутри, так и наружу. Чем работать? А строители спрашивают, через какой период времени прибудет ближайшая пожарная часть. Ближайшее пожарное подразделение может добровольная пожарная охрана, которая состоит из одного или двух человек. Это тоже их устраивает. Их устраивает все. Лишь бы красное что-то появилось возле пожарного автомобиля. Вспомните, в 8 часов утра едем на работу. В 18 часов вечернего времени возвращаемся с работы. Московский проспект, Хальзунова, Новосибирская, Диметрово. Где пожарная машина может проехать. И самое главное, они приедут к месту пожара. Как им заехать во двор? Где закон? Тот закон, который может обеспечить пустые дворы. Или хотя бы дворы с проездами для пожарной техники. Его сегодня нет. Никаких нельзя применять средств к людям, оставляющим на день, на ночь, на месяца, на годы свою технику на дворовых территориях в местах установки пожарной техники. Нет этого закона. Очень хотелось бы, чтобы каждый гражданин об этом помнил. Мне в моем дворе приходится разговаривать, людям объяснять, что сюда должна подъехать скорая помощь. Что отсюда можно вынести человека. И через твою машину, две рядом стоящие зеркала, загнув, не вынесут носилки. Их надо поднимать над головой. Будьте добры, уберите машины от подъездов. Называется подъезд. Подъехать надо. Не стоянка, а подъезд. И вот пожарные, городских пожарных частей тащат рукава за 100 и более метров только к подъезду, чтобы потом еще подняться на 10 или 15 этаж. Вы представляете, какая это работа? Рукавов в пожарной машине столько нет. В пожарной машине, если все рукава собрать в одну линию, получится 250 метров. Нету больше рукава. Не положено вывозить больше. Значит, нужно 2, 3 и более машин. Вопросы перевооружения пожарной техникой, пожарных частей нужно ставить не в таком проценте, который он сейчас стоит. За год, если 2-3 машины более-менее нормальные получают воронежский гарнизон, это максимум, что есть. Я вам скажу, что на вооружении пожарной охраны в Воронежской области города Воронежа находится в пределах 200 автомобилей. Процентов 70 – это автомобили более 10 лет эксплуатации. Есть и больше 20 лет эксплуатации. Вообще, тема пожарной техники, она имеет обязательно какие-то пределы, какой-то износ. Через 8 лет пожарный автомобиль, работающий в городе, должен переходить на работу в сельское поселение или в сельскую местность и еще работать в пределах до 15 лет. Через 15 лет машина вообще непригодна даже к капитальному ремонту. У нас они ездят, они у нас работают. И мы на них молимся, потому что другой техники нет. Большой вклад в это за последние 10 лет сделало правительство Воронежской области, обеспечив более 40 автомобилями нового образца областную противопожарную службу, которой я руковожу. И Камазы Уралы, многотонные Камазы Уралы появились в пожарных частях. Но последние 4 года не куплены ни одной машины. Ну, тяжело, наверное, тяжело области, тяжело стране немножко уделять время именно безопасности. Хотя я скажу, что противопожарная служба в Воронежской области не просто не самая плохая, она из самых передовых. Вот на сегодняшнем этапе она одна из самых передовых. Не беру Москву, Московскую область, Ленинград и Ленинградскую область. Все-таки с ними сравниваться. А здесь вот центральное Черноземье, можно сказать, Курск, Липецк, Тамбов. Я просто знаю эти подразделения. У нас развитие противопожарной службы области, которое пошло с 2008 года, оно имеет место быть каждый год. И 47 пожарных частей, 34 из которых вновь создано в Воронежской области, они сыграли огромнейшую роль и в 2010 году, и играет до сегодняшних дней. Вот сегодня юг Воронежской области очень сильно подтопился половодием весенним. Везде работают пожарные. Везде мы знаем и первый эшелон, и второй эшелон, как привлечь их, как их задействовать. И люди с небольшой зарплатой выполняют свой долг очень правильно и хорошо. Я им всем кланяюсь и всех благодарю за то, что они делают.